Здравствуйте! Я продолжаю вас знакомить с темой импрессионизма. Но это самая простая технология письма, которая вообще существует. Даже экспрессионизм требует жеста какого-то особенного нахрапа в картине. Импрессионизм это один сплошной релакс. Всем известный мостик Мане. Их у него там несколько. Я выбрал вот этот, потому что здесь довольно много разных укладок, укладок краски. У нас разбавитель. Чистый разбавитель, которым мы только макательно пользуемся. У нас белила. Мы сделали с вами сметанный замес. Возьмем ультрамарин. Получается вот такая примерно темнота. Эта темнота практически соответствует средней темноте картин. Вот эту среднюю темноту мы и наберем на холст. Причем наберем мы ее рябот, штриховательно. Вы видите, кисть лежит к холсту практически абсолютно. Держу я ее в руке так, что я не заслоняю себе рукой. Как если бы я, держа черенок цветка, повернул бы и стал бы укладывать. Постарайтесь это же осуществить и вы. Штрих. Короткие, вот такие коротенькие движения. И делайте его с продресью холста. Вы видите, у меня всюду остается некая продресь холста. Он виднеется. Краску я накладываю сейчас суховато. Суховато. Стараюсь набрать те настроения укладок, которые вижу на холсте у Манэ. Здесь какой-то лодочный штришочек. Лодочный. То есть вот такой, вот такой. Но не отдираю кисть от холста. Вы видите, как бы напачкиваю. Не штрихую мелкими одиночками, а напачкиваю. И еще добираю красочку. И вот этим средним цветом, тональности, средней тональности картины, набираю основные направленности штриха к картине. Здесь у нас отражение живет. Отражение обычно очень вертикально. В спокойной воде оно нарочито вертикально. Поставлю на ребро для того, чтобы удобнее закрашивать. И вы видите, штрих не длинный. Несмотря на то, что я пытаюсь наполнить длинное пространство, я все-таки дроблю штрихом, чтобы создать ритм множества мазочков. Как стайка рыбок, которая метнулась в этом направлении. Как некая стайка рыбок, которая метнулась в этом направлении. Штрих у меня прозрачный. В промежутках между касаниями кисти остается легкое свечение холста. Я еще не донаполнил. Вы видите, пейзаж как будто одевается в цвет. Как будто одевается в цвет. Здесь такие жесткие ломанные линейки травочек. Чуть мигают светики на теневых. Можно даже вот так вот побивать по холсту с рикошетом. Но все равно работаем стайками. Рикошет уж точно не даст расставленности, одинаковой расставленности мазков. Что важно, очень важно, чтобы не было математики, чтобы была стихия укладки. Ну вот, желтоватые, допустим, мы чуть-чуть набрали. Так. Прямо одевается. Ну, столько воздуха в картине. Вернем наш мостик. Возвращаем его. Уже более деликатно. Чтобы эти линии прочертить, берем мастихин так. Пальцы прижаты. Прямо повторите мое движение. Большой палец туда гонит. Указательный оттуда. И как будто ногтем указательного пальца. Вы видите, пальцы прижаты, чтобы не мешать лезвию выполнять его работу. Как будто ногтем. Тем более, что многие работы с натуры нуждаются часто дома в дописывании. Вот мы и посмотрим, что можно сделать, чтобы не нарушить эту идиллию солнечного света. И каков мазок должен быть у импрессиониста по-сухому. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok